эксклюзивно для подписчиков бусти ролик про самые жестокие школе с большим количеством мяса те и так скорее всего если ты мой постоянный подписчик бусти за что тебе респект ты увидишь этот ролик первым и тебе хочу напомнить что завтра видос про драки в школе выйдет еще и на ютубе а если ты мой новый подписчик то для тебя ролик на ютубе скорее всего уже вышел и ты вероятнее всего его уже посмотрел ну тогда я тебя поздравляю здесь ты услышишь самые трешовые истории про школе который я не могу рассказать на ютубе в общем в классе на год старше у нас был один пацан который был просто психопатом вот просто конченый и с ним абсолютно все боялись связываться потому что он мог дать просто если ему не понравился твой взгляд меня он кстати не трогал потому что однажды летом за меня заступился мой старший брат и нормально ему так накидал лещей а другие же ребята особенно те кто были помоложе боялись его просто как огня в том числе и девочки потому что он вообще не различал кого не боялись его только несколько пацанов из его класса которые были сильнее но при этом они были адекватнее а также какие-то старшаки к которому он и сам как бы не лез хоть и знаете неправильно я выразился них никакой не просто распущенный потому что психопат это тот кто не боится ничего и который кидается на всех подряд неважно сильнее его человек слабее ну типа тревор из гташки 5 а если ты ведешь себя как примат только по отношению к тем кто тебя слабее то это просто распущенность а никакая не психопатия и даже несмотря на то что этот стоял на учете в ментовке серьезно тусу можно произносить это с ютубом уже отвык в общем даже несмотря на то что тут стоял на учете в полиция исключать из школы не что-то не торопились вместо этого учителя пытались его перевоспитать то есть вы поняли да из одного двоечника который срывает уроки из школы ушло три отличника но училки все равно не теряли надежду до него достучаться в общем перейдем к сути однажды это ему это опять же со слов тех кто это видел потому что меня там не было ведь урок это был у старшего класса не понравилось то как на физкультуре девчонка над ним посмеялась а посмеялась она над ним по той причине что он как-то смешно когда играл в волейбол и знаете что сделала это животное эта тварь запустила девочки прямо в волейбольный мяч да так что мечом ей нос и так как девочка это была не русская он еще и вслед кричал я какие-то высказывания там тут же по всей школе начался кипиш его вызвали к директору он с наглой ухмыл к директору что он это сделал вообще случайно что типа он волейбольный мяч подавала он случайно попал девочку и даже при том что девочка утверждала обратное его же шестерки дружки подтверждали его теорию о том что он это сделал якобы случайно пока подавал мяч и вот вроде бы зовите родители этой девочки вызывайте ментов пишите заявление но нет же все спокойненько разошлись по домам и эта история была бы не история для сервиса бусти если бы она закончилась так хорошо в общем как я вам уже и сказал эта девочка была не русская то ли она была дагестанкой то ли осетинкой я уже правда не помню она тем более была на класс старше и у нее были несколько старших братьев которые разумеется пустить это все на самотек не могли и в один из дней они решили подкараулить этого и школы и так мне повезло что у нас в этот день с тем классом в котором учился тот пацан уроки заканчивались в одно время поэтому соответственно из школы мы тоже выходили вместе выходит тот пацан а за воротами школы его уже поджидают три брата дагестанца а рядом с ними стоит та самая девочка а те пацаны были намного старше вот этого ну точнее как намного если это было ну лет тринадцать четырнадцать вроде на тот момент им было лет по 16 по 17 и там просто произошло буквально все вдоль у минуты они спросили ту девчонку так показывай кто тебе заехал мечом она показывает на того пацана который в этот момент выходил и те три магомеда просто подходят компашки то говорят всем его дружкам шестеркам чтоб они в миг разбежались те разумеется послушались потому что никто за эту не хотел получать и дальше они отвели этого за угол и начали жесткой его уже повалили на землю и дальше на ногами в общем что оказалось на следующий день оказалось что челюсть нос и на пару ребер то есть в школу он не пришел и чтобы вы думали его родители на тех пацанов написали заявление как дальше там дела разворачивались я не в курсе потому что ну мне не докладывали извините но судя по слухам как-то не вроде это дело замяли то ли бабками то ли еще как-то а следующая история уже связана со мной пиздился с пацаном на класс моложе в общем знаете существуют такие борзые пацаны которые младше тебя которые очень любят но очень не любят получить и вот тот был одним из таких в общем мы сидели с друзьями в столовой что-то там обсуждали и я смотрю как за соседним столом какой-то на класс моложе меня показывает на меня пальцем и что-то угорает я к нему подхожу и спрашиваю он мне отвечает а чё нельзя что ли ты типа кто такой чтоб над тобой не ржать я просто от такой наглости говорю ему слышь малолетний щас из столовой выйдем я тебе конкретно так в итоге из столовой мы выходим я к нему подхожу и говорю там ржал надо мной малолетка засатая и легонечко так его толкаю и чё вы думаете сделала и он видимо поверил свои силы и полез на меня он меня начал получается кулаком по плечу ты чё малолетки не умели мы нормально а я его начал со всей дурепы в итоге я ему нанес где-то 15 он заплакал нас разняли учителя и знаете чем потом заучу то что оказывается это я в столовой просто так на него напал и то что это он борзел на меня ну как это обычно бывает без всяких заявлений без всего дела замяли да и в принципе в наше время в 99 процентах случаев когда в школе кто-то никуда это дальше школу не уходила и знаете какой факт самый угарный что после этой ситуации он подговаривал пацанов из нашего класса чтобы после школы меня ну то есть толпой подкараулили от я это узнал так скажем через третьих лиц правда до дела это так не дошло так ребят в сегодняшнем выпуске только две истории у меня еще просто туре в памяти осталось ты как дрались мы в школе постоянно поэтому обязательно тут на пусть и выйдет продолжение так как на ютубе с этими правилами все это рассказывать но это такое себе что ж бустеры спасибо всем кто подписался на этом у меня все и до новых встреч в следующем выпуске